Привет. В комментариях под последними двумя роликами многие из вас просили, чтобы я рассказал о том, как я остаюсь анонимным в сети, какая у меня операционная система, какие сервисы я использую, а какие обхожу стороной, что я думаю по поводу соцсетей, а некоторых из вас интересовало даже какой марки у меня телефон. И поскольку вы в огромном количестве отозвались на мою просьбу с написанием комментариев, то я с радостью отозвусь на вашу и расскажу вам о своих правилах анонимности. Также хочу отметить, что то, что я сегодня расскажу, моим старым подписчикам может быть уже знакомо, ведь я и раньше об этом говорил, но те ролики давно скрыты из-за позорного качества. Итак, наверное первое, что вы должны понимать, это то, что в современном мире достичь стопроцентной анонимности практически нереально. Если вы уж очень сильно кому-нибудь понадобитесь, то возможность найти вас станет лишь вопросом потраченных усилий, и все, что вы можете сделать, это максимально утруднить эту задачу. Правила моей анонимности начинаются с правильного выбора операционной системы, ведь это первое звено в цепочке, которое мы задействуем для выхода в сеть. Лично я использую три разные операционные системы, каждая из которых предназначена для решения своих конкретных задач. Это Windows, Macintosh и Linux. В текущий период времени Windows я использую исключительно для монтажа видео. Многие из вас спрашивали, сам ли я монтирую свои видео. Так вот ответ да, монтирую я сам. Для этой задачи я выбрал Windows по той причине, что в связке с мощным железом мне его более чем достаточно. Но если вам нужна хоть какая-то анонимность и приватность, то рекомендовать ее в качестве основной операционной системы я, к сожалению, не могу. Windows отправляет всю вашу телеметрию на свои сервера. Я понимаю, что отправляемая информация полезна в первую очередь для бизнеса и ребятам из Силиконовой долины на вас глубоко плевать. Но есть факт. Windows и ее приложение логируют большинство действий. И никто не знает и не может проконтролировать, что именно и в каких объемах уходит на сервера Майкрософта. Именно поэтому, чтобы иметь этот контроль хотя бы в некоторой степени, я использую Linux. Раньше я любил дистрибутивы Debian и Ubuntu. Но сейчас свое предпочтение я отдаю Tails. При выборе этой системы, во-первых, для меня была важна портативность. Tails установлен у меня на флешке. Это значит, что будь я в гостях у друзей или знакомых, я всегда смогу выйти в интернет. И не переживать о том, что на их девайсе есть какие-то вирусы или килогеры. И мои пароли сейчас перехватят. Или они где-нибудь сохранятся. Я просто вставляю флешку и работаю уже через свою собственную операционную систему на чужом компьютере. А когда закончу, то мне достаточно вытянуть флешку. И я уверен, что никакие мои данные, истории браузеров и так далее не сохранятся. Следующее звено в цепочке выхода в сеть – это наш браузер. Посещая какие-либо сайты, мы оставляем о себе массу информации. Начиная с IP-адреса и заканчивая цифровыми отпечатками. Эти отпечатки представляют собой уникальный слепок с настроек вашего компьютера. Например, ваш язык, часовой пояс, плагины браузера и даже размер вашего экрана. Важный момент. Смена IP-адреса никак не влияет на отпечаток. По статистике, 90% всех браузеров уникальны. Интересный момент в том, что если мы при помощи различных плагинов и приложений будем пытаться их изменить, то это только выделит нас на фоне остальных пользователей. То есть единственное, что мы можем сделать – это попасть в максимально широкую категорию и слиться с толпой. Если у вас устанавливаем стандартный браузер без расширений и тому подобного, то вы будете идентичны всего лишь 800 тысячам пользователей. А каждая следующая поднастройка будет делать вас более уникальным. Поэтому я стараюсь использовать браузер Tor. Но я понимаю, что это далеко не панацея. Он хоть и скрывает всю информацию о системе, но это дает обратный результат и выделяет меня на фоне остальных. Хоть и предоставляет сайту минимум информации. Возможно, вы видели, как в самом браузере, открытом на весь экран, выскакивает предупреждение о том, что вас могут отследить. Основная проблема в том, что от этих отпечатков сложно защититься. И никогда невозможно знать точно, следят за вами или нет. Когда я не на Линуксе, то в качестве браузера я использую Firefox. А для того, чтобы максимально снизить вероятность идентификации, я делаю следующее. Первое – это в обязательном порядке отключаю JavaScript. Второе – это отключаю сохранение cookies и кеша. Ну и основное. Третье – это стараюсь использовать чистый браузер без лишних поднастроек. Как вы уже поняли, различные плагины только снижают вашу анонимность. И отблок тут исключением не стал. Но это уже скорее заморочки. Поэтому, если вам мешает реклама, то качайте его на здоровье. Только помните, что таким образом вы жертвуете анонимностью. Также существуют специальные сайты, на которых вы можете проверить, правильно ли вы настроили свой браузер для анонимности. Если вам это интересно, то ссылку я оставлю в нашем телеграм-канале. Социальные сети сделали большинство пользователей просто ненормальными. По-другому тут и не скажешь. Выставляют десятки фотографий, хвастаются особыми приметами, например, такими как татуировки. В общем, выставляют всю свою жизнь на показ. Если в сети нету ваших фотографий, то это значительно усложняет вашу идентификацию. Лично меня в соцсетях нету. Я не зарегистрирован на фейсбуке, не листаю ленту в инстаграме и не читаю твиты в твиттере. Единственная соцсеть, в которой я есть, это YouTube. На это, думаю, вы уже заметили. Многие ребята думают, что если они зарегистрируют фейковый профиль, то это автоматически придаст им полной анонимности. Но они даже не догадываются о существовании такой штуки, как метаданные. Живет эта гадость во всех файлах. Например, в ваших фотографиях, которые вы выложили себе на фейсбук, я могу найти дату и время, когда она была сделана, и данные на камеру. А в некоторых еще и GPS-координаты, где была сделана фотография. Поэтому перед тем, как загрузить или кому-нибудь отправить любой файл, я тщательно чищу его от всех метаданных. Делаю это при помощи программы Metadata Anonymous Toolkit. Эта утилита идет встроена в операционку Tails. Поэтому еще одно преимущество. Ребята, это экспериментальный выпуск, и поэтому он получился таким коротким. Я затронул далеко не все аспекты своей анонимности. А чтобы раскрыть их всем, мне нужно снять еще 2 или 3 подобных видео. Но перед этим мне нужно понимать, нравится ли вам подобный формат, и хотите ли вы продолжение. Увижу это по просмотрам и вашим комментариям. И кстати, алгоритмы действительно работают. В последнее время мои ролики начали набирать минимум в 2 раза больше просмотров. И ребята, это исключительно ваша заслуга. Я безумно благодарен вам за поддержку, которую вы оказываете мне в комментариях. И это в свою очередь помогает двигать видео в алгоритмах Ютуба. Я надеюсь, вы не останетесь равнодушными и в этот раз. И напишите содержательный комментарий с тегами, которые я оставлю в описании. А я отвечу каждому из вас. Хоть многие из вас, подобно мне, не используют другие соцсети, но если вы сделаете репост этого видео, то это также поможет в продвижении. Ну и как всегда, до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова